Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну слушайте, у Путина сейчас есть большие проблемы в Украине Как-то так открывать второй фронт, это не совсем осмотрительно Вот пользоваться плодами второго фронта, который открыт как раз против западных стран Вот естественно, что нападение Хамаса ему сильно пошло на пользу Если Китай отожрет Тайвань, так это будет вообще большое счастье Но поскольку было замечено, что мы анализируем действия, некоторые действия российского руководства Исходя из рациональных побуждений, а потом выясняются какие-то другие обстоятельства То я бы, конечно, вот этот на свой рациональный анализ не ставила Хорошо, тогда посмотрим на все-таки готовность стран НАТО противостоять ударам со стороны России Мы видим на этой неделе таких заявлений было достаточно много О том, что НАТО готовы противостоять, Россия готовит этот удар Вы верите в то, что столкновение, это большое столкновение армии стран НАТО с российской армией может произойти в этом году? Нет, во-первых, ни в какое столкновение армии стран НАТО я не верю вообще ровно Потому что Байден много раз заявлял, ну, по крайней мере сейчас, пока президент США Байден Многократно заявлял, что его главная цель, чтобы no boots on the ground, чтобы никаких столкновений с армиями НАТО Что же касается, вот возвращаясь к вашему первому вопросу Потому что вы говорили о Financial Times, о российском наступлении То, если можно, я тут все-таки постараюсь побыть реалистом И мне кажется, следующее Я, опять же, мы уже многократно убеждались в ходе этой войны и в ходе всех других Что предсказывать очень сложно Даже если это были генералы, даже если это были военные аналитики Даже если были, скажем, американцы, работающие над вооружением украинской армии Им казалось одно, а выяснилось на поле бой другое Тем не менее, я бы хотела обратить ваше внимание на следующую вещь Что Путин штурмует Авдеевку Он, насколько я знаю, вот просто то, что мне сегодня говорили Чуть ли там не российские солдаты зашли на несколько домов на окраине Авдеевки Ну, во всяком случае, он делает это очень давно Уже много раз говорилось о том, что Авдеевка, скорее всего, обречена при такой конфигурации фронта Но, тем не менее, все это время продолжалось огромное перемалывание российских солдат И, насколько я понимаю, количество потерь составляет где-то около 17 тысяч Это из 50-тысячной группировки, которая собрана для того, чтобы взять Авдеевку Соответственно, это означает, что если Путин собирается зимой наступать А у него действительно открывается хорошее окно возможностей Потому что сейчас у Украины крайне мало вооружения Пока еще поставят, если поставят То есть вот он, казалось бы, должен был хотеть этим воспользоваться Вот если Путин собирается зимой наступать Ему нужны откуда-то резервы А если у него эти резервы, может он или иных собрать Согласитесь, под большим вопросом А если он их соберет с помощью мобилизации То у него все-таки в марте выборы И очень сложно себе представить, что он будет проводить мобилизацию до выборов Скорее после Таким образом, вот когда возникает вопрос, что Путин зимой будет наступать Вопрос чем? Вот у него вот эта вот вилка Он слишком много потратил под Авдеевкой И вряд ли будет проводить мобилизацию до марта Но это, опять же, такое предсказание Знаете, вот оно вроде бы так А с другой стороны, да, по всем местам фронта Что-то метут, собирают опять какой-то кулак Да, известно, что этот кулак собирается Да, но Financial Times детализирует возможные сценарии Они говорят о том, что на лето якобы Хотя нет смысла, да, если действительно весной выборы И понятно, что... Нет, на лето, само собой, понятно Но с другой стороны... Да, а к весне он должен что-то предъявить, да, в качестве какого-то джокера Может быть, поэтому появилось сообщение о том, что Путин потребовал Изыскать за рубежом имущество Российской империи Значит, выделяется, понятное дело, денежные средства Которые будут предназначены для покрытия расходов Связанных с осуществлением поиска недвижимого имущества Российской Федерации Бывшей Российской империи, бывшего СССР Надлежащим оформлением прав и юридической защиты этого имущества Ну, по всей видимости, это ответ на решение стран Евросоюза Которые приступили к реализации предложения Еврокомиссии Об использовании доходов, там, речь идет про 300 миллиардов замороженных активов в России Ну, и Путин, значит, выступил с таким контраргументом Вот этот поиск золота Российской империи недвижимости Движимого и недвижимого имущества Это идея Путина Насколько она реалистична, по вашему мнению? Первое, я не видела этого, ну, этой бумаги Поэтому я не совсем поняла, о чем идет речь Как бы, я думаю, что вот то, что отыскали большевики То, что там известно Путину Я не знаю просто, что имеется в виду Поэтому совершенно тут некомпетентно комментировать Что же касается этих 300 миллиардов То да, насколько я понимаю, европейцы все время пытаются взять хотя бы проценты Вот есть новая идея, которую, кстати, озвучивал у меня на канале Сергей Маратович Гуреев Но это, разумеется, не его идея Но это американская идея, американцы Поскольку они, в общем, не хотят платить за банкеты Их тоже можно понять И они все время искали, как добраться до этих 300 миллиардов Не нарушив основы международного права и права собственности Потому что, вот обращая ваше внимание, что это себе дороже То есть вот тут возьмешь у Путина А потом ни один диктатор не принесет в швейцарский банк И так далее, и так далее И не только диктатор, и не только в швейцарский банк И Запад, который в значительной степени существует сейчас На том, что он обеспечивает сохранность капитала В том числе и третьего мира Будет нехорошо Значит, американцы придумали очень интересную идею Которую они, как я понимаю, сейчас прорабатывают Которую заключается в секьюритизации Фактически этих резервов И одновременно секьюритизации того дэмэджа Который Россия нанесла Украине Это, как известно, вообще последние песк моды Всяческие деривативы, всяческие фьючерсы Всяческие форварды, всяческие опционы И тут фактически будет продаваться следующее Вы покупаете какую-то бумагу Которая обеспечена украинским иском К Российской Федерации В рамках какового иска После его удовлетворения будут конфискованы вот эти активы И надо сказать, что когда Сергей Маратович сказал мне эту мысль Я просто, значит, подпрыгнула Ну, так мне это понравилось Чисто, ну, с точки зрения просто человека Который довольно много писал о всяких финансовых конштюках Но тут я потом подумала немножечко вперед И вдруг поняла, что если будет реализована такая схема То произойдет примерно следующее Дело в том, что все такого рода схемы В том числе и с различными долгами стран Особенно если это страны третьего мира Всегда очень сильно коррупционно емкие Они связаны с инсайдерской торговлей И, например, в случае Российской Федерации Было много случаев, когда Российская Федерация говорила Вот мы тут, наверное, не будем платить по долгам Долги падали, после чего их скупали за копейки И понятно, что скупали люди Скажем так, если не приближенные к Российской Федерации То приближенные к тому, кто это сказал Особенно это было при Ельцине Напоминаю также, что в Украине была Ну, немножко другая история С различными облигациями Которые выпускал режим Януковича И ехидные люди говорили Что в этих облигациях Янукович Часть своих денег вкладывал И поскольку все это было инвестировано Через американский фонд Этот американский фонд На букву «Т» Мы не будем здесь произносить его название Для простоты Этот американский фонд Потом уже, значит, после Майдана Пролоббировал, что все это должно выплачиваться Так это я к чему Это долгое вступление Я вот представила себе, что происходит следующая штука Дальше Какие-то Доверенные люди Путина Скупают все это Просто реально за три копейки Просто за три копейки со словами Мы этого не будем платить никогда И, соответственно, эти бумаги Торгуются с дисконтом Я не знаю, 90% к номиналу Хорошо, если не 95% А потом они говорят Да мы все выплатим И признают в международном суде долги И получается, что эти 300 миллиардов ушли Условно говоря Обошлись Путину в 5 миллиардов долларов И еще все заинтересованные лица нажились Я просто обращаю ваше внимание Что вот если я Филолог, немножечко подумав Поняла, что такую схему можно сделать Ну в стране, где все еще сильны схемы Откаты, крыши Это очень возможно, да Да, то вы понимаете, какие риски Это несет для всех присутствующих Это да Это схема рабочая Идея хорошая Да, схема рабочая Хорошо, давайте теперь От экономики к внутриполитическим процессам В российской Башкирии Мы видели, вспыхнули протесты Из-за приговора местному активисту Фаилу Алсынову Я хотела бы узнать Насколько это единичный случай Или все-таки эти внутренние процессы О которых мы очень Политические процессы в России О которых мы очень долго с вами говорили Все-таки сейчас могут активизироваться Насколько действительно Башкиры хотят обрести эту свободу Насколько сильными могут оказаться Эти акции, эти митинги протестов Ну, мне тут действительно тоже сложно комментировать Потому что я не специалист по Башкирии Это вот Абаса Галямова Допустим, можно спросить Я бы тут была очень аккуратна Потому что я обращаю, например, ваше внимание Что перед этим Башкирия был суд над Лилией Чанышевой Над человеком из движения Навального Над действительно демократическим политиком Который в катере какой-то совершенно безумный срок Никаких протестов это не вызвало Поэтому вот все вещи связанные с какими-то националистическими протестами Если честно, я не очень люблю И чтобы не навредить, тут, если можно, не буду комментировать Но этот социальный градус в регионах России, он повышается? А именно в регионах? Ну, понимаете, Башкортостан это отдельная история Потому что это национальная республика Соответственно, в любой национальной республике Всегда есть люди, которые рассказывают, что вот они тут самые лучшие А все остальные какие-то не такие Генетические Или там не в то верит И так далее, и так далее Значит, если говорить по регионам России То собственно России Кстати говоря, конечно, в Башкирии есть дополнительная вот эта вот вещь Которая связана с тем, что из бедных регионов Хотя Башкирия не такой бедный регион Башкирия очень неплохой регион в этом смысле Там, соответственно, большое количество людей идет на войну И любой местный националист может сказать И не только националист может сказать А вот типа вот-вот нас дополнительно тратит А что же касается самих регионов России То ситуация ровно обратная Потому что та экономическая политика, которую ведет Путин Она способствует объединению То, что называется креативный класс в развитых городах Она способствует объединению тех городов И тех людей, которые были завязаны на взаимодействии с Западом В этом смысле Путин вот заколотил то окно в Европу Которое прорубил Петр Первый Даже это касается непосредственно его родного города Санкт-Петербурга Где все очень не сладко А во всем же остальном Как раз именно в российской провинции Где все было хуже всего Денег стало больше Ну, естественно, инфляция стала больше Но денег стало больше по следующим причинам Во-первых, тот человек, который раньше никак не мог заработать деньги Или не хотел даже заработать деньги Он идет на фронт Получает огромные по меркам его села Или небольшого городка деньги И, во-вторых, он работает на оборонном предприятии Которое тоже очень часто находилось В каком-то сильно плохо себя чувствующем месте И в этом оборонном предприятии Начинают платиться гигантские по меркам этого места зарплаты В-третьих, он работает на каком-то другом предприятии Например, челочно-носочной фабрике Я не шучу Я вот просто буквально знаю пример Но там были челочно-носочные фабрики Там были лифчики Лифчики, которые, как вы понимаете Не те, которые разгрузка А те, которые мы с вами носим, когда носим Вот, и, соответственно, они вроде бы не имеют никакого отношения к войне Но, тем не менее, оказалось, что Во-первых, кончился импорт А, во-вторых, выросло количество людей У которых есть деньги именно в этом регионе А, в-третьих, самое главное То есть, вот все это завертелось Главным образом кончился импорт Упал рубль Соответственно, лифчики стали конкурентоспособны Предприятие, которое еле-еле перебивалось Оно теперь процветает И, главное, людям, которые на нем работают Платят огромные зарплаты Потому что раньше им платили зарплаты по рынку А сейчас дефицит труда В связи с тем, что люди едут воевать И вот это то же самое, что происходило в Англии После черной смерти Когда было так мало людей Что, собственно, из-за чего началась промышленная революция Труд человеческий стал так дорого стоить Что начали применять примитивные машины Если к этому добавить Обширное строительство, которое записано на Ростов Ну, видимо, естественно, ведется в новоаннексированных областях И если к этому прибавить еще строительство Разное на Дальнем Востоке, где спешно строится инфраструктура Китая То все это вместе складывается в то, что можно назвать военным кенсианством Я напоминаю, что такое военное кенсианство Ну, что такое кенсианство вообще Кенсианство — это когда вам говорят, что Вот для того, чтобы понять экономику Надо раздать населению деньги Не повышая при этом предложение То есть спрос увеличивается, а предложение не увеличивается Это, например, можно сделать Когда строишь дороги Это можно просто разбрасывать деньги с вертолета Как предлагал сам Джон Мейнарткейс И, конечно, это можно и вкладывать в военную промышленность Потому что те деньги, которые вложены в ракету Вот эта ракета улетела Она, соответственно, люди деньги заработали Никак на ваших столах эта ракета не проявилась В связи с чем люди пошли с этими заработанными деньгами в магазин Захотели купить там яйцо А яйца не оказалось Потому что, ну как, вместо яйца была ракета Ракета улетела Но, тем не менее Это, естественно, приводит к инфляции В числе прочего Но, прежде всего, это действительно Как в классическом кейсиасте Приводит к повышению благосостояния Особенно самых низших слоев населения Да, но это искусственно вызванное Вот это благосостояние В какие точки падения экономические возможны Когда, опять же, зарплату начнут этими самыми лифчиками выдавать Ведь Россия уже знала Банковский кризис возможен в России При сегодняшней ситуации О, вы на самом деле спросили абсолютно точную вещь Потому что, ну, в общем, как бы На самом деле такое не бывает Если где-то что-то прибавилось Должна быть какая-то затыка И этих затык есть две Одна из этих затык чисто теоретически И вот все экономисты предупреждают Что она случится Потому что в какой-то момент экономика перегреется Я насчет этого, если честно, не уверена Потому что, поскольку я не экономист Я вот описываю то, что она есть Она сейчас вполне находится В разогретом, но не перегретом состоянии И хочу напомнить Что, в конце концов Вот если вот та самая Вот когда тот самый классический запад 19 века, который мы все И я, в частности, очень люблю Он тоже любил вести очень много войн Которые не полностью занимали промышленность Ну, например, те самые империалистические войны Которые вела Великобритания Где-нибудь в Африке И, как известно, это не приводило Никакому к кризису внутри британской экономики Потому что, наоборот, Как-то вот и некоторое количество людей Забиралось из экономики И некоторое количество денег Незаработанных в нее вливалось На самом деле колонии Это были убыточные Ну, в общем, ничего такого страшного не происходило Эти войны можно было вести десятилетиями Так что вот тут Насчет вот этого вот истории Что это обязательно перегреется Я просто не знаю Я как экономистов слушаю Но вот как историк Я знаю, что в Англии не перегревалось Но вы сказали совершенно другую вещь Очень справедливую Потому что, когда Вся эта денежная масса увеличивается И она начинает давить на рынок То что происходит? Происходит Центральный банк пытается Поднять кредитную ставку Ну, чтобы как-то Оставить этот Расползающийся пирог Чтобы не было инфляции Излишек денег, да А вот как только вы поднимаете Кредитную ставку Тут не надо быть Большого майка на местом Чтобы понять Что любой человек Который пытается занять деньги На то, чтобы, я не знаю Взять гусей выращивать И он идет в банк Или он пытается взять ипотеку И он видит эти ставки У него становятся круглые глаза Он говорит А как же я Я не могу при таких ставках А в современном мире Хотя нас постоянно рассказывают Обратите внимание Я тут не могу Не сделать отступление Несмотря на то, что Все эти социалисты Которые Советского Союза Денехали Рассказывают Страшные истории Что тут Финансовый капитал Засилье Деривативы Апционы Ну вот все то, что Сейчас с вами рассказываю Кредитные пузыри И так далее Вот Замечено, что Те страны В которых есть Засилье финансового капитала Например, Соединенные Штаты Они живут Значительно лучше Чем те страны В которых Оного засилья Например, в Зимбабве Не наблюдается А поэтому Опытного тема Можем сказать Что вот Все эти сложные инструменты И все И высокая закредитованность Это вещь неплохая Потому что Ну как иначе Получить деньги на производство Только У соседа подачи Одолжить То, что у него лежит В крынке с молоком А как вы понимаете На этот большой завод Не запустишь Но есть Тоже в этом Большое Надо важную Вещь сказать И кстати Ее тоже отмечает Сергей Миронович Гуреев Что все, о чем я говорю Это касается Вот все эти сложности Это касается Той экономики Которая производит товары А та экономика Которая производит ракеты И которая живет По совсем другим законам И у которой нет проблем С кредитными ставками Потому что у него деньги Из воздуха берутся Ее это не касается Хорошо Тогда раз уж вспомнили Про Америку Поговорим о новых идеях Трампа Который опровергает Компромиссы Относительно границы От чего зависит Помощь Украине И вот Одно из Одно из последних Сообщений Касается того Что Трамп Значит Критикует Всех и вся Критикует Будущее соглашение Сената По границе В своих Социальных сетях Он это делает И нацеливает Свою компанию Как раз На давление Республиканцев В палате Представителей Которые могут Сорвать любое соглашение По финансированию Украины И безопасности Границ Которая пройдет Через Сенат Как вы полагаете Подобные заявления Они все-таки Увеличивают Или уменьшают Шансы Трампа На возвращение В Белый дом Ну Шансы Трампа На возвращение В Белый дом Никак На мой взгляд Не зависят От Украины Потому что Это не проблема Украины Или проблема России Ну Из того Когда Вот То что мы знаем Об американских Выборах Свидетельствует То что Американские Выборы Зависит От настроения Американских Избирателей А настроение Американских Избирателей Всегда определяется Абсолютно Внутренними Проблемами То есть Во-первых Экономика Инфляции И всем таким И даже Вот эта Пресловутая Миграция Хотя Стена И все такое Прочее И даже Гендерно-нейтральные Туалеты И все прочее Что так Не любят Что так не любят Крайне правое Прыло И честно говоря Я Не люблю То есть Я Абсолютно Нейтрально Отношусь К всему на свете Но когда Когда мне Специально Когда мне Люди Которые Явно Учились Казуистике В Советском Союзе Устраивают Партийные Собрания На предмет Того Почему Если Женщина Почему Если Мужик Плавает Вместе С бабами И бабам Это не нравится Это Они Трансфобы То Вот тут У меня Как-то Я чувствую Что-то Знакомое Я это Слышала На комсомольском Собрании Где-то Я тоже Слышала Да Да Так вот При том Что Мне совершенно Не волнует Что С собой Люди Делают И что Они хотят И с кем Спят Лезть в трусы Гражданину Это последнее Дело Это пусть Занимаются Тоталитарные Правительства А также Общественные Течения Которые хотят Быть Тоталитарные Так вот Мне кажется Что даже Эти вопросы Они не столько Волнуют Массово Американского Избирателя А сколько Вот непосредственно Что лежит В его продуктовой Корзинке И соответственно Просто Любой вопрос Внешней политики Тайвань Венесуэла Еще что-то Украина С России Американский Избиратель Не очень В этом Соответственно Разбирается Что же касается Самого Трампа То понимаете Он такой Джокер Про него Мы ничего Не знаем Потому что Президент Трамп Кстати Это Роднит его С авторитарными Лидерами Как ни странно И очень сильно Ну я бы сказала В хорошую сторону Роднит Он способен Мгновенно Менять решение Вот он говорил Что он не будет Ввязываться в Сирию Дальше ему Принесли Фото На которых Были вот эти Дети убитые В результате Химической атаки И он сказал Там же Бэбис Там же Бэбис Они Дэд И Оказалось Что Обама Который Три раза Сказал про Красную линию Когда Осад эту Красную линию Пересек То Ничего с осадом Не было А потом Трамп Он говорил Что он не будет Воевать в Сирии Но когда он Увидел Бэбис Его сердце Не выдержало Соответственно Поэтому нам Очень сложно Предсказать Что именно Будет делать Трамп Но Я Помню его фразу Которая Тогда показалась Честно говоря Мне не очень Разумной А сейчас Кажется Достаточно Сильно Разумной Он сказал Что он в один момент Прекратит войну В Украине Когда ему Сказали Парень А каким-то образом Да Вот как это так Это все не могут А ты тут раз И щелкнешь И он сказал Я Скажу Зеленскому Что Я сделаю Предложение От которого Они не смогут Отказаться Да Буквально Он сказал Я скажу Путину Чтобы он Прекращал Там Немедленно Договаривались Потому что Иначе Если там Путин Не будет Договариваться Я Немедленно Дам В Украине Столько оружия Что Путину Мало Не покажется И Откровенно Говоря С учетом Того Что Сейчас На наших Глазах Главная Перспектива Войны Это Две стороны Сидят В окопах Друг напротив Друга В ближайшие Несколько лет Если не происходит Никаких Технологических Перемен С дронами И Перемалывают Друг друга Это Как-то Предложение Трампа Выглядит Мне Все более Адекватно Ну или Санкции Я вот вижу Европейский Союз Начал обсуждение 13 пакета Санкций Против Российской Федерации Который Намерен Утвердить В аккурат Годовщине Вторжения 24 февраля О чем Сообщает Блумберг Новые Меры Могут Включать Усиление Торговых Организаций Возможности Российской Федерации Обходить Текущие Санкции Через Третьи Страны Компании В самом Европейском Союзе И Блумберг Считает Что достичь Соглашения По новым Санкциям К следующему Месяцу Будет Нелегко Ведь На согласование Предыдущего Пакета Ушло Несколько Недель Переговоров Ну как Говорится Сложно Но Можно Как Вы полагаете Все-таки Усиление Санкций Санкций Это рабочий Механизм На сегодняшний День Санкции Это тот Механизм Который Использует Евросоюз Поскольку Не хочет Воевать Ну который Использует Запад Поскольку Не хочет Воевать Надо Сказать Что прежде Чем Кидаться За это Запад Какашками Надо Вспомнить Что если Запад Как В 19 Веке Как мы Все любим Говорить Вот когда Запад Был Сильный Как Нибудь В 18 Век В 19 Век Когда он Непрерывно Воевал Так Извините Он в такой Ситуации Не помогал Украине Разделил Вместе С Путиным На части Поэтому Это Всем любителям Сильного Запада Хочу Наполнить Так Что Так вот Соответственно Когда люди Не хотят Воевать В принципе Они думают А чем бы Нам таким Отделаться И Соответственно Они отделываются Какой-то бумажкой Которую Принимают Бюрократы Которая Как правило Преследует Две вещи Первая Не Ну то есть У нее Две главных цели Первая Поднять Статус Самого Бюрократа Вторая Не При этом Не уронить А может быть Там и Возвысить Этого бюрократа Если он Также И выборный Политик В глазах Избирателей Ну например Санкции Против любых Олигархов Идут на ура Действуют они В плюс Или в минус Это уже Никому не важно Потому что За этому Можно А если это Альтернативный Сценарий Поиска Союзников Потому что Все олигархи Они ведь все равно Ориентированы на запад Их дети получают Там образование У них там Замороженные активы Заморожена недвижимость Может быть Это как поиск Действительно Союзников Среди Бизнес Элиты В России Вот насколько Действительно Россия Российская элита Это может дрогнуть Нет Ну мы сейчас Во-первых Давайте Мы просто Про санкции Но если говорить Очень коротко То это был Абсолютно Выстрел себя в ногу Потому что Та российская элита Которая действительно Была ориентирована На запад Когда люди Увидели Что К им Детям От предыдущего Брака Которые Никакого отношения К ним не имеют Там давно Работают В американских Компаниях Отучились Никакого отношения Не имеют К Путину Вот Никакого отношения Кроме того Что они родились И Их Помогали Получить образование И так далее Не имеют Своему отцу Или батере Вот Когда этих людей Вышвыривают Саботы Вводят санкции И Отбирают Визы То Вот Те самые Российские олигархи Многие из них Осотонели И Скажем так Сказали так Мы вообще Ехали на запад За Как бы За Той Чувство Уверенности В завтрашнем День Которую Мы всегда Думали Он Дает Да Но теперь Юля Теперь Ты русский Это многое Обостряет Если Перефразировать Крылатые Высказывания Вот эта культура Отмены Она коснется Конечно И Людей Которых Как вы говорите Не сопричастны Не причастны Во-первых Бюрократия Культура Отмены Это две разные Вещи Значит Просто Да естественно Всем приятно Когда Жрут Богатых Как в известном Анекдоте Про Семнадцатый Год Когда Внучка Декабристки Говорит А что Хотят Эти люди Которые Кого-то Вешают Над фонарях Они хотят Чтобы Не было Богатых Как странно Мой дедушка Хотел Чтобы не было Бедных Да Так вот Это как раз Те люди Которые Хотят Чтобы не было Бедных Простите Чтобы не было Богатых Так вот Потому что Людей Которые Не хотят Чтобы не было Богатых Их Понятное дело Всегда Будет Больше Я просто К тому Что вы Сами Сказали Что Теоретически Санкции Должны были Делать Из российских Олигархов Союзников В ответ На что Я вам Ответила Что Практически Санкции Сделали Из российских Олигархов Они Мало того Что Толкнули К Путину Мало того Что Остаблили Достаточно Хорошими Командами Иногда Превосходными Командами Которые Просто Ведь Все Все эти Беспилотники Собирают Частные Команды Они Все Уданно В управление Так Еще Вдобавок И просто Деньги Деньги Которые Были Уже На западе 50 Миллиардов Или Сколько Там Пришло В россию То есть Это Был Со стороны Этих Бюрократов Выстрел В ногу Это К вопросу О том Как Они Работают Поэтому Вопрос О том Чтобы Чтобы Эти Санкции Принесли Какой-то Реальный Успех Это Третий Ну Хорошо Если Не Четвертый Вот В этом Списке Мотивов Которым Руководствуются Бюрократы А Какой-то Успех Они Приносят В том Смысле Что Путину Стало Дороже Вести Войну Но Понятно Извините Есть Еще Известный Анекдот Про Брежнева Который А нет Андропова По-моему Который Кто у нас С алкоголем Боролся Ты будешь Просто Меньше Кушать Это у нас Горбачев Это уже был Горбачев Они Рубали В Крыму Эти виноградники Да Было Это Не я буду Меньше Пить Это ты Сыночек Будешь Меньше Кушать Так вот Из этой Серии Так Что Я как-то По-моему А нет Все Я отмерзла Так вот Соответственно Да Путину Несколько Это Стало Дороже При этом То есть У него Увеличились Трансакционные Сдержки Несколько Стало Хуже Европейской Экономики Потому что Конечно Ну там Скажем Тот же Самый Газ В Германии Подорожал Но самое Главное Что разницу Со всего Этого Получили В Китае И в первую Очередь Индия Которая Стала Главным Хабом Для российской Нефти То есть Европа Сделала Большой Подарок Индии Вот Вячеслав Иноземцев Который Тоже У нас Бывает На канале Предлагал Другой Вариант Который Был Гораздо Более Разумен В этом Смысле Он Предлагал Не делать Никаких Ценовых Потолков Не запрещать Никакого Газа Нефти В Европу А просто Обложить Их Большим Акцизом Который Немедленно Шел бы В пользу Украине То есть Продал Путин Тонну Нефти 30% Пошло Стоимость Этого Дела В Украину Но Как я уже сказала Бюрократия Так современная Не работает И Соответственно Такое Предложение Было Не принято Потому что Ребята Ищут Не там Где спрятано А там Где под фонарем Кроме того Напомню Что в принципе Вся эта история С санкциями Обнаружила Очень плохую Очень страшную Для Запада Для свободного мира Вещь Которая заключается В том Что Запад Первый Возможно Думал Что он Является Главным Что он Является Главным Законодателем Моды И 50 лет назад Это было бы так А сейчас Оказывается Что Развивающиеся Страны Ну их по привычке Называют Развивающиеся Хотя Какая Китай Развивающаяся Страна ВВП Намного Больше Это уже Если не первая Сфера державы мира То во всяком случае Не вторая Так вот Эти страны Потребляют Столько И могут Предложить России Столько Что Создается Этот глобальный Юг И оказывается Что если вы Построили Дамбу До середины Океана А другая Часть Океана Свободно Сообщается Соответственно То у вас Уровень воды За той частью Дамбы Которая Со стороны России В мировом Океане Экономики Не очень Сильно Упал Не говоря Уже Что тут я Значит Маленькую Хитрую Вещь Скажу Что На самом Иногда начинается с граждан, которые обладают украинскими паспортами. И Европа ничего с этим не может поделать. Ну да, и визитка Яроша валяется на каждом шагу, да-да-да. Медведчука тоже украинский паспорт. Уже нет, по-моему, его как раз лишили украинского гражданства, но тут тоже можно задавать вопросы, чем это сделано. Я вам назову другой пример. Там есть большая часть активов «Газпрома» и чуть ли лиричных активов «Медлера», которые записаны на человека с украинским паспортом. Ну, кстати, да. Не будем забывать, что, кстати, и у Пескова супруга, уроженка города Днепропетровск, Днепра ныне. Поэтому, кстати, у меня большие были надежды на Пескова, но он пока наши надежды не оправдывает. Хотя, по-моему, и иноземцев, и прочие ваши гости не исключали вероятности использования все-таки табакерки в окружении Путина. Хорошо. Теперь серьезно. Насколько действительно мы видим о политической оппозиции, поговорим о российской оппозиции, вот эти политические заявления, которые делает Екатерина Донцова, как вы оцениваете вообще шансы на то, что действительно российская оппозиция будет сформирована, на то, что российская оппозиция, находящаяся в экзиле, в изгнании, будет иметь какое-то, не знаю, единство, они придут к единой точке зрения. Что, в общем, ближайшие политические процессы? Или мы будем осознанно-неосознанно готовиться все-таки к большой войне, значит, что неизбежно, что НАТО и Россия может все-таки схлестнуться, о чем, как уже вышеупомянутый Валерий Соловей говорит в интервью. Вот развитие событий, наши ощущения от того, что может произойти в этом году, потому что выборов действительно много, там более 40 стран проведут эти выборы в своих странах. Новый миропорядок, раз уж России удалось после 45-го, после завершения Второй мировой, опять навязать свою повестку информационную повсеместно, тогда давайте предположим, каким будет этот год, и в России, конечно же, в том числе. Увязли в войне, расширяют фронт, дестабилизация на Ближнем Востоке, кризисы тут-то там. Хватит сил, хватит мощи, ну а самое главное, наши союзники. Устоит ли Европейский Союз? Потому что, когда министр иностранных дел Италии говорит о том, что Европейскому Союзу нужна своя армия, это говорит тоже о том, что Европейский Союз готовится вооружаться, готовится к обороне, тоже готовится к большой войне. Ну, когда премьер-министр Италии это говорит, я все время думаю, вот интересно, если бы во время Брекзита была своя армия у Евросоюза, то успела ли бы Великобритания выскочить. Но это так, это немножечко... Ну, кстати, не исключено, что это была бы буквально британская армия, тут тоже мы, например, есть... У Украины тоже прекрасная армия, с прекрасным боевым опытом, почему бы Европейскому Союзу не взять Украину в свой состав, и армию бы таким образом приобрести? Ну, вот мы видим, что Европейский Союз, несмотря на то, что он говорит много слов, он, похоже, не хочет брать Украину в свой состав, и мы знаем, что президент Байден категорически много раз отказывал президенту Зеленскому в приеме в НАТО. Он это отказывал накануне войны, он это отказывал во время войны, он приезжал специально в Киев, чтобы изложить Зеленскому свой план, что вместо НАТО давайте вот какую-то... Давайте заключайте договоры с отдельными странами. Президент Зеленский этот план отверг. Почему? Договор с Британией о безопасности, договор с Францией, артиллерийская коалиция, которая создана во главе с Америкой и Францией. Почему? Это как раз-таки политика маленьких шагов, это тоже... Сейчас это начинает осуществляться, потому что другого выхода нет, и посмотрим, насколько это будет. Но я просто говорю о конкретной ситуации, когда, кажется, это было в феврале прошлого года, я могу сейчас перепутать время, когда президент Байден специально прилетел в Киев и изложил этот план. И просто американцы же, они довольно много в последнее время пишут, скажем так, критических статей о руководстве Украины. Это даже как-то удивительно, потому что смотришь, нету статей, в которых написано, что Байден встретился с Путиным, Путин сказал то-то, Байден ответил то-то, и вообще Путин произвел ужасное впечатление, но гигантское количество статей и даже уже книг, в которых рассказывается, какой неблагодарный Зеленский, как он это то-то не сделал, это не сделал. И в частности, вот рассказано несколько историй, одна из которых связана вот тогда, когда Зеленский отверг вот это вот предложение Байдена, и другая история, которая случилась перед Вильнюсом, когда Салливан очень гордился тем, что он уломал Шольца, и они в коммунике, в коммунике нациских стран, писали какую-то строчку, которая типа говорила, что может быть мы не возражаем когда-нибудь против приема Украины. И вдруг Салливану звонит Ермак и рассказывает, что и Салливан, как написано в статье, это, если я не ошибаюсь, статья Вильяма Аркина в Ньюс Вики, если я сейчас не путаю, значит, и нет, вру, это не статья Аркина в Ньюс Вики, это статья в Нью-Йорк, это статья Сьюзен Глассер в Ньюс Вики, по-моему, или в Нью-Йоркере, неважно, ее довольно легко найти, там все очень крупные, такие, знаете, а это профайл Салливана, да, это профайл Салливана с Сьюзен Глассер, вот, и, соответственно, Салливан наливается красным, как свекла, дословное выражение журналистов, когда слышат слова Ермака, что этого недостаточно, и дальше, а Ермак говорит, что вот, типа, мы тут в воздухе, и когда мы прилетим в Вильнюс, мы хотим слышать какие-то слова о том, что нас уже ждут в НАТО с распростертыми объятиями, дальше происходит резкий обмен мнениями, значит, слова, это коммуники НАТО, это не ваши коммуники, твит Зеленского, твит вызывает бешенство, и, соответственно, после этого там еще какие-то происходят разборки. Вот, это, на самом деле, все плохие знаки, то, что такие вещи выливаются на поверхность, это же я не просто не из вредности рассказываю, а просто, чтобы предостеречь наших слушателей о том, что если они, потому что именно эти статьи, сначала были эти статьи, а потом что, а потом куда-то делись деньги, которые вот надо выделять Украине. Вернее, закончился Presidential Drawdown Authority, и до сих пор не принят этот пакет, хотя, насчет того, что этот пакет будет принят, у меня больших каких-то сомнений нету. Да, но эта перепалка, она была скорее связана не с какой-то претензией, потому что Пентагон подтвердил, что никаких вопросов по использованию средств, выделенных на армию, на оборону, как раз вопросов здесь нет, претензий никаких нет. Эта перепалка, как раз, как вы верно сказали, была накануне Вильнюсского саммита, и, конечно, Россия в праве, простите, Украина была в праве требовать большего, да? А в этом году, кстати, это будет юбилей. Эта перепалка была связана конкретно с тем, что Байден, конкретно Байден, еще до войны, совершенно отказывается принимать Украину в НАТО, что является, конечно, очень важной проблемой, потому что, поскольку Украина ведет эту войну за право вступить в НАТО и в ЕС, и поскольку одним из главных требований Путина в Стамбуле была нейтральность Украины, то если война не кончится вступлением Украины в НАТО, а Путин ведет эту войну за то, чтобы Украина не вступала в НАТО, и, оказывается, Байден не собирается принимать Украину в НАТО, то очень у многих людей возникает вопрос. Хорошо, сейчас будут потеряны сотни тысяч с одной стороны, сотни тысяч с другой стороны. За что? И какая на самом деле в этой ситуации как бы понятно, что главный инициатор всего этого Путин, потому что вот мы переходим собственно к самому главному, да, мы переходим к главному ответу на вопрос, что будет в 2024 году. Начнем с главного игрока Путина, который считает, что стратегическая инициатива перешла к нему. Мы только что обсуждали, что не факт, что ему сильно удастся наступать, но он точно будет пытаться перемалывать украинскую армию, и он будет пытаться сделать следующее. Либо включить Украину в сферу своего влияния, что было его целью с самого начала, либо, если ему это не удастся, отсечь от него какие-то куски, которые он уже отсек, а остальное пусть куда-нибудь денется, например, население убежит на Запад. Путин это полностью устраивает, да, вот Украина должна существовать или в его орбите, или от нее остаться должны какие-то очень маленькие куски. Дальше есть Запад, который смотрит на все это, и который, мы видим, довольно сильно охладел в поддержке Украины, будем называть вещи своими именами. Так, Юля, если называть вещи своими именами, то будем говорить о том, что он не охладел к поддержке Украины, он серьезно задумался, что нужно вооружаться самим, потому что Путин на Украине не остановится, вот в чем проблема. Но хватит ли сил у Путина? Простите, я маленькую ремарку, я вижу сообщение о том, что Российская Федерация по Украине запустила четырехтонную противокорабельную ракету 60-х годов. Это Экс-22, наверное. Это П-35, весом 4 тонны и длиной 10 метров, которую приняли на вооружение еще в 1962 году. И, значит, по всей видимости, эксперты сообщают, она была сбитой, учитывая то, что эта противокорабельная ракета, скорее всего, враг ею целился в объекты в южных областях. Defense Express отмечает, что из собственных источников имеют подтверждение, что речь идет именно об этой ракете. П-35 все еще находится на вооружении Российской Федерации. В частности, она является средством поражения берегового ракетного комплекса Redut по состоянию на 2021 год. Их количество оценивалось в 8 пусковых. Ну, в общем, как я уже сказала, ракета образца 60-х. О чем это говорит? Союзники Путина перестают все-таки с ним дружить по части предоставления корейских, скажем, дронов? Вот с чем может Путин столкнуться в этом году? Корейские дроны иранские, они давно производятся в России. Ракеты действительно корейские. Ну, слушайте, у Путина Путин производит не так много ракет, но, как мы видим, он производит достаточно ракет, чтобы обстреливать Украину. То есть ему хватит. Ему хватит, чтобы сохранять давление. А там значит, соответственно, главная проблема сейчас заключается в том, что Европа и США со все большим скепсисом относятся к Украине, в том числе к происходящим в ней внутри процесса. И у меня такое ощущение, еще раз повторяю, что после неудачи украинского наступления они, конечно, не думали, что это будет неудача. Они, конечно, ничего такого нарочно не подстраивали. Они, конечно, думали, что Украина пробьет коридор, после чего можно будет усадить Путина за стол переговоров, после этого они собирались договариваться. Когда оказалось, что российская армия резко укрепилась, российская экономика резко укрепилась у них, как они стали спрашивать Украину, а какой у вас план? А услышали в ответ, что мы сражаемся за вашу свободу, дайте нам, пожалуйста, побольше оружия, а плана Б у нас нет. И тогда, в общем, на все это посмотрев, опять же, американцы и европейцы сказали, так хорошо, ну вот эти ребята будут перемалывать друг друга в окопах, ну а нам чушечку кофе. Ну мы пока, пока кофе, а потом, Юля, пока кофе, а потом дайте нам еще, дайте и нам тоже ракет, потому что под угрозой окажется весь европейский континент. И тогда, действительно, давайте честно, это та идея, которую президент Зеленский вот очень давно пытается сейчас продать. Он очень хорошо это говорил в начале войны. Я могу сказать, что в начале войны, бесспорно, только благодаря президенту Зеленскому Украина получила столько оружия, потому что Запад не собирался столько оружия давать. И, кстати, вот все авторы вот этих статей, и Сьюзен Глассер, и Аркин, это отмечают, что только Зеленский, потому что как раз это действовал на избирателей, он обращался непосредственно к западным избирателям. Западный политик зависит от западного избирателя. Этот избиратель говорит, о чем мы не помогаем Украине, давайте им чего-то дадим, они такие хорошие. Но последнее время это абсолютно перестало действовать. Мы это слышали, он говорил о Довосе, мы это слышали, он говорил журналу «Экономист». Они это не покупают, зато они начинают спрашивать, некоторые всерьез, некоторые, чтобы придраться, а чего у вас тут вот-вот залайки на пять лет посадили, а чего у вас тут такая коррупция, а чего у вас выборы отменили, а если у вас выборы отменили, то почему вы не создали коалиционное правительство, а почему мы наблюдаем в Украине, говорят оно, явственную консолидацию власти, это близко не походит на Путина. Но типа, вот как-то, нам говорили, что это будет Северная Корея против Южной, Северная Корея точно имеет место быть, а вот как-то до Южной не дотягивает. И они это дело потихонечку сливают. Ну, не знаю, сливают или нет, мы сейчас поговорим о том, все-таки, что ждет нас, расширится ли этот театр военных действий, потому что, возможно, Валерий Соловей был прав, я вижу сообщение о том, что Латвия, Литва и Эстония построят на границе с Российской Федерацией линию обороны из 600 бункеров. Бункеры защитят военных от огня, противника, осколков снарядов. Россия есть и будет самой большой угрозой безопасности Эстонии. Война в Украине снизила наступательную мощь России, но по разным оценкам она готовит восстановить ее в течение двух-трех лет, и мы должны быть готовы. Вот, значит, сообщают из Латвии, и я вижу, и я также вижу прогноз, который делает Сианена, и говорят о том, что война в Украине может продлиться еще два года, и некоторые считают, что, возможно, и пять лет, и, как мы помним, Путин говорил... Да и десять. Да, но Путин называл именно это, он сказал, эту цифру он говорил, что он готов пять лет еще воевать, и что касается... тут Сианена размещает это сообщение со ссылкой на американских чиновников и объясняет тем, что Соединенные Штаты хотят направить Украине как можно больше помощи до января 2025 года, так как там опасаются переизбрания Трампа, который может сократить эту поддержку. Байден же считает, что на кону стоят американские военные, и если украинская, российская война перекинется на территорию НАТО, США придется все-таки принять непосредственное участие в конфликте. Ну что ж, мир вооружается, гонка вооружений продолжается, к сожалению. Таким будет этот небезопасным и этот год, Юля. Ну, собственно, вот об этом я и говорю, что первое, Путину понравилось воевать. А Путин считает, что это укрепляет его власть, что это не мешает российской экономике, даже помогает российской экономике. Причем, в общем, можно констатировать, что Путин прав. По крайней мере, в краткосрочном периоде, мы не знаем, что там будет долгосрочным, но в краткосрочном у него все консолидировалось, все наладилось. Соответственно, вот этот велосипед едет. Я еще раз повторяю, вот насчет стран Балтии, я сама думаю, я абсолютно не могу перетянуть к моему выводу, потому что, видимо, это все-таки зависит от тех процессов, которые происходят в голове Путина. Мы с этого начинали. А что же касается, вот еще раз, мы видим на фронте сейчас, по крайней мере сейчас, ситуацию стратегического тупика, который писал генерал Залужный, которое заключается в том, что любое действие, которое предпринимает российская сторона, видно Залужному прямо в его кабинете, благодаря дронам и всему остальному, по-любому прозрачно. И эти же самые дроны, собственно, это действие выносят. И то же самое происходит с другой стороны. Да, этот Залужного можно по-разному трактовать, потому что этот переломный момент, о котором он сказал, тут можно говорить и о военных сценариях, и можно говорить, как мы уже вернулись, затронули эту тему, но вопрос остался нераскрытым, все-таки военные, возможные военные акции протеста внутри самой России. Нет, забудьте. Забудьте. Вот просто забудьте. Это как бы из серии, но вот... А что так? Вот вы думаете, что российская оппозиция не способна мотивировать и вывести людей на улицы? В России, кстати, людей, которые будут недовольны результатами, а мы прекрасно уже понимаем результат президентских выборов в России. Если российское общество в разных регионах поставит под сомнение эти цифры, которые... Ну, Юля, ну скажите, ну вот, я не знаю, Советский Союз вводил войска в Чехословакию или воевал в Афганистане, в Украинской Советской Социалистической Республике... Недовольства росли, кстати, недовольства росли, да, но недовольства росли. По этому поводу, там, я не знаю, акций протеста, отказов служить в армии и так далее, там, тем более, тем более каких-то выступлений. Ну, что мы будем морочить друг другу головы? Вот еще раз повторяю, самое очевидное и самое вероятное, если не произойдет никаких вот чрезвычайных прорывов, но, видите, технологических прорывов, о которых я через некоторое время скажу, это сила, страшная месила в окопах, две стороны уничтожают друг друга и, соответственно, а президент Зеленский говорит границы 91-го года, а пока мы их не отвоем, выборов никаких не будет, потому что нация сосредоточится на войне, на борьбе за демократию. И, в общем, как-то, что из этого может вывести равновесие все три стороны, то есть, с одной стороны, Запад, с другой стороны, Путина, который является инициатором всего этого, а с третьей стороны, как я уже сказала, Украину, мне чрезвычайно сложно себе представить, может быть, я пессимист, может быть, я чего-то не вижу, но я вот, знаете, вижу, что каждый раз, когда невероятное происходит совершенствование военной техники на фронте, причем это связано в первую очередь с дронами, пока все эти высокие договаривающиеся стороны, пока, значит, вот этот стороб шеду, да, конечно, будут обязательно прилетать периодически какие-то высокотехнологические вещи и выносить над Крымом то А-50, то С-400, то, значит, большой десантный корабль Новочеркасск, чтобы, значит, Путин помнил, что на самом деле Крым больше такой кастрюли без крышки, но это не будет влиять кардинально на общую ситуацию на Земле, а на общую ситуацию на Земле может повлиять только одно или изобретение какого-то такого РЭБа, который их вынесет все беспилотники, или, наоборот, изобретение какого-то такого искусственного интеллекта, который позволит беспилотнику летать без РЭБа. А при этом одно отменяет другое, и обращаю ваше внимание, что это практически уже произошло, то есть вот я буквально месяц назад в The Hill написала статью о том, как ведут себя беспилотники на поле боя, и почему в ближайшее время появятся системы искусственного интеллекта, они неделю назад, буквально 10 дней назад, появились у обоих сторон, то есть ланцеты появились, видимо, первая партия не старая, старые ланцеты тоже первая партия российских ланцетов, которые явно обладают искусственным интеллектом, и, соответственно, их уже не может сбить рэп, потому что они сами выбивают цель, и у Украины тоже появились дроны с искусственным интеллектом, просто потому что это видно, подлетает дрон к танку, на котором стоит рэп, это небольшой рэп, который действует на 150-100 метров, рэп включен, явно включается, то есть, по идее, дрон должен завалиться, дрон деловито летит, потому что у него как бы уже все понял, это, конечно, еще достаточно примитивные системы, но совершенно очевидно, что, да, и уже появились раи дронов, у Украины, по крайней мере, то есть, это просто точно известно, что появляются ситуации, когда оператор этот рой дронов доводит до соответствующего места, именно как рой, а потом, конечно, каждого нацеливается поодиночке. Ну, слушайте, да, новая гонка вооружений, мы еще не такие радиоэлектронные, не такую радиоэлектронную борьбу увидим, это-то и грустно на самом деле, потому что мы-то готовились к будущему созидательному, а не разрушительному, ну, такова наша несчастная доля. Но мы не будем терять надежды, спасибо большое за возможность услышать вашу точку зрения. Да вот извините, что я ничего хорошего не сказала, потому что все это... Ну да, как говорится, пессимист, хорошо информированный и оптимист. Спасибо и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok